СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Притеснение и скорбь Байкот Многобожники впали в замешательство. Все их уловки не привели к нужному результату. К тому же роды Бану Хашим и Бану Абдальмуталиб условились защищать пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллах. После долгих раздумий курейшиты объявляют то, что раньше не практиковалось, а именно Байкот. Они поклялись, что не будут заключать браков и торговых сделок с представителями родов Бану Хашим и Бану Абдальмуталиб. Не станут встречаться и общаться с ними, заходить в их дома и разговаривать с ними, пока они не выдадут им посланника, да благословит его Аллах и приветствует, для расправы. Многобожники повесили текст договора внутри Кабы. Это произошло в месяц Мухарам, седьмого года от начала пророчества. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники и родственники, за исключением Абу Ляхаба, отделились и сконцентрировались в квартале, где жил Абу Талиб. Все возможные пути доставки продовольствия и всего необходимого туда были перекрыты. Начался голод. Люди были вынуждены употреблять в пищу древесные листья и кожу животных. Все попадавшее туда съестное доставлялось только тайно. Сами же они покидали место своего пребывания для закупок всего необходимого исключительно в запретные месяцы. Между тем, пророк, милостимый благословение Аллаха, продолжал призывать к исламу пребывающих в Мекку паломников. Расторжение договора Прошло три года. Несправедливый договор был расторгнут, поскольку среди курайшитов нашлись одобрявшие и неодобрявшие его, а недовольные им добивались его расторжения. Более того, пророк, мир ему и благословение Аллаха, известил язычников, что их договор съели термиты, кроме того места, где указывается имя Аллаха. Многобожники убеждаются в этом лично, однако отворачиваются и от этого знамения, а неверие их только усиливается. Так был расторгнут этот договор и приостановлен бойкот, после чего посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и люди, находившиеся вместе с ним, получили возможность вернуться к прежней жизни. Курайшиты и Абуталиб Десятый год от начала пророчества. Всего лишь через несколько месяцев после прекращения бойкота, Абуталиб, которому было уже за 80, серьезно заболел. Многобожники, понимая, что Абуталибу остается совсем недолго жить, направляются к нему в последний раз, требуя, чтобы он повлиял на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который должен прекратить оскорблять их богов. Взамен они оставят в покое и его, и его бога. Абуталиб передал пророку слова курайшитов и их предложения, на что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил. «Я добиваюсь от них того, чтобы они произнесли лишь одну фразу, благодаря чему им подчинятся арабы, а не арабы станут платить им подушную подать». Курайшиты впали в замешательство. «Что это за фраза, которая может принести такую огромную выгоду?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Говорите, нет бога, кроме Аллаха, и откажитесь от всего, чему поклоняетесь вы, помимо него». Услышав это, Курайшиты вскочили. «Неужели хочешь ты превратить многих богов в единого бога? Поистине делаешь ты нечто удивительное». Год скорби. Кончина Абу-Талиба. Болезнь не отпускала Абу-Талиба, и когда он был уже близок к смерти, к нему пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обнаруживший, что у него уже находятся Абу-Джахль и старейшина Курайшитов. Посланник Всевышнего, милости ему и благословения Аллаха, сказал Абу-Талибу. «О, дядя, произнеси слова «нет бога, кроме Аллаха», благодаря чему я смогу свидетельствовать за тебя пред Аллахом». Курайшиты в один голос воскликнули. «О, Абу-Талиб, неужели ты отступишься от религии Абдуль-Муталиба?» Абу-Талиб произносит свои последние слова, подтвердив, что он не отступится от религии Абдуль-Муталиба. В связи с этим Аллах Всевышний сказал «Поистине, не ты поведешь правильным путем тех, кого любишь, но Аллах поведет им, кого пожелает». Абу-Талиб умер в месяце Раджаб 10-го года от начала пророчества через 6 месяцев после прекращения бойкот. Он искренне любил пророка, мир ему и благословение Аллаха, всячески помогал и защищал его. Однако сам остался привержен религии своих предков. В этой связи посланник Аллаха сказал «Сейчас он в верхнем слое огня. Если бы не я, то он обязательно оказался бы внизу огня». Раджаб 7-й месяц исламского календаря «Один из священных месяцев мусульман». Смерть Хатиджа, да будет доволен ею Аллах. Через два месяца после смерти Абу-Талиба скончалась мать правоверных Хатиджа, да будет доволен ею Аллах, умершая в Рамазане 10-го года от начала пророчества, когда ей было 65 лет. Она оказывала пророку, мир ему и благословение Аллаха, моральную и материальную поддержку, была с ним в тяжелые моменты, разделяя трудности тяжкой борьбы. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о ней, «Она уверовала в меня, когда люди в меня не верили, и поверила мне, когда люди объявили меня лжецом, и поделилась со мной тем, что имела, когда люди отказывали мне, и Аллах наделил меня от нее детьми, а от других мне детей не дал». От кончины Абу-Талиба и Хатиджи, да будет доволен имя Аллах, сердце пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрывалось от боли и печали. Кроме того, не прекращались постоянные нападки со стороны курайшитов, которые после смерти Абу-Талиба открыто преследовали его и наносили новые обиды и оскорбления, подобных которым он не видел ранее. Из-за того, что в том году бедствия обрушивались на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует одно за другим, тот год назвали годом скорби. Женитьба В месяце Шаваль 10-го года от начала пророчества посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Сауде бин Цам'а, да будет доволен ее Аллах, уже давно принявший ислам и переселившийся в Эфиопию со второй группой мусульман. Ее первым мужем был Сакран бин Амар, да будет доволен им Аллах, который принял ислам и переселился вместе с ней, но умер в Эфиопии. После истечения положенного срока траура пророк, мир ему и благословение Аллаха, посватался к Сауде и женился на ней, и она стала первой женщиной, на которой он женился после кончины Хатиджи, да будет доволен ею Аллах. Шавваль. Восьмой месяц по мусульманскому календарю. Байкот. Полное или частичное прекращение отношений с отдельным лицом, организацией, государством в целях принуждения к исполнению экономических или политических требований. Байкотом также может называться прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-либо. Запретные месяцы. Зуль-Хаада, Зуль-Хиджа, Мухарам и Раджаб. Арабы почитали эти месяцы как священные. В эти месяцы прекращались войны, конфликты и другие противоправные действия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok